Радио Болтком Прослушайте промо программы Прямая речь Известные политики, бизнесмены и деятели культуры отвечают на самые острые вопросы аудитории и дают комментарии на самые волнующие темы Здравствуйте, я Абби Келкин и я приглашаю вас на ток-шоу Прямая речь Слушайте по четвергам с 17 до 18 часов Добрый день Еще раз уважаемые радиослушатели Продолжаем работу в прямом эфире У нас в первой части был депутат Сейма Виктор Валанис, который пытался ну по крайней мере инициировал через Сейм и пытался остановить вступление в силу именно с сегодняшнего дня с 1 июля вот этого нового порядка платежей в фонд обязательно социального страхования ну как мы знаем парламент отклонил эту попытку и это значит что с сегодняшнего дня изменения весьма такие болезненные вступили в силу Евгения Зайцева у нас сейчас на прямой связи посредством скайпа Евгения, добрый день Добрый день Очень много вопросов поступало и от наших радиослушателей многие даже искали запись вот наших предыдущих с вами бесед, где вы предупреждали говорили о том, что может произойти с 1 июля ну вот 1 июля наступило видимо уже можно ожидать соответствующего изменения порядка вот взимания вот этого налога фонд обязательства социального страхования для определенной категории населения давайте попытаемся ретроспективно объяснить нашим радиослушателям кого это вообще может затронуть и кого это вообще касается для начала потом чуть-чуть пройдем по сути вот этих изменений наоборот, Тобик я предлагаю начать с сути изменений давайте и почему возник ажиотаж да то есть в прошлом году в 20-м году принимая пакет исправлений пакет, бюджетный пакет в нем были поправки к закону о социальном страховании государственном социальном страховании эти поправки предусмотрели введение с 1 июля 21 года объекта минимального социального платежа объект минимального социального платежа определен в размере минимальной заработной платы благая цель изложенная в законе в специальной статье статья имеет номер 20 прим 4 в этой статье все достаточно четко просто написано смысл в чем заключается что за каждого человечка за каждого наемного работника то что там сделан акцент за каждого наемного работника надо платить надо чтобы не платить а надо чтобы в бюджет поступал не меньше социальный платеж не меньше чем с минимальной зарплаты и если за этого наемного работника если за него по итогам квартала в итоге социальные платежи сделаны с меньшего объема тогда ВАЛСАП дружношная агентура агентура государственного социального страхования будет сделать контрольный расчет и работодатели если там один или несколько они будут доплачивать разницу то есть сделать небольшую переплату но это не будет так что если человек у вас работал там полставки вы будете все остальное заплачивать он может быть работал где-то в другом месте то есть на сегодня в законе все написано четко достаточно просто и там же предусмотрено аналогичное правило для самозанятых лиц и собственников микропредприятия но гладко на бумаге сложно в реализации дьявол как говорится кроется в деталях и все кто обсуждают не понимают проблемы вот господин Валайон подняв проблему подняв вопрос об отложении этой процедуры он не смог сформулировать в чем причина почему это надо отложить проблема в том что у нас социальное страхование это не просто так вот взял и заплатил социальное страхование у нас строится по определенной системе это целая система которая работает как система страхования поэтому это не совсем налог это страхование а страховка у нее какой принцип за что заплатил то получил так? именно да и здесь то же самое у нас сегодня закон предусматривает что государство может застраховать любого человека в первую очередь работника на 7 случаев страховых случаев на 7 страховых случаев вот и для этого приняна общая ставка которую нужно платить 33,33,33,33,0,9% да то есть это то что нужно платить на 7 страховых случаев а дальше в этом же законе государства о государственном социальном страховании определено кто конкретный наемный работник конкретное самозанятое лицо работник собственник микропредприятия на какие страховые случаи государство готово страховать ключевое слово государство готово страховать да и для самозанятых лиц и для собственников микропредприятий право страховки ограничено государство не готово страховать самозанятых лиц и собственников микропредприятия на все 7 случаев предусмотренным законом. В первую очередь государство не готово страховать самозанятых лиц и собственников микропредприятия на безработицу, на несчастный случай на производстве и профессиональное заболевание. А вот в этой статье, где нужен объект обязательного страхования, об этом забыли. То есть там просто прописали. Дальше, опять-таки, для тех же наемных работников тоже есть исключение из правил, когда наемный работник не страхуется на все семь случаев. И то же самое для самозанятых и то же самое для собственников микропредприятия. Для них существуют разные варианты, на какие из семи видов страхования они страхуются. И то от того, на какие виды страхования человек страхуется, зависит процентная ставка. Максимальная, как я сказала, 33,09%. Для самозанятого лица максимальная ставка 3107, потому что на два вида страхования не страхуются. Плюс для самозанятых лиц есть дополнительное страхование 10% на пенсию. Это то, что мы имеем. И вот отсюда, когда говорят в объекте минимального страхования, называют цифру 170 евро. 170 евро – это страхование по полной программе на все семь видов страхования по ставке 33,09%. Для самозанятого лица эта сумма составляет только 155,35 центов в месяц по ставке 3107. То есть уже здесь сложности. Если мы имеем с одной стороны наемного работника, который получает, не дополучает там 500 евро, получает 300 на полставки работает, и он занимается своей хозяйственной деятельностью, то вопрос – сколько он должен доплатить? По каким правилам? Как правило, наемного работника или, как правило, самозанятого лица? Вот эти проблемы в законе оставлены без внимания. И это, в принципе, нормально, потому что в данном случае речь идет о технике расчетов. Технике расчетов. Как комбинируются различные случаи. И вот эта техника расчетов должна была бы быть изложена в кабинетах министров в специальных правилах. Потому что на основании правил кабинета министров Государственной агентуры социального страхования ВСАА должна была бы заказать специальное программное обеспечение. Специальную разработку программного обеспечения согласно алгоритму, который прописал кабинет министров на основе закона. И тогда ВСАА могла бы спокойно, получив информацию от налоговой инспекции, по итогам третьего квартала свести концы с концами и определить за кого сколько чего надо доплатить. А здесь получается так. Общую картинку нам в законе предоставили. А как она будет реализовываться на практике с учетом различных вариантов комбинации, этого не сделано. Вот это главная проблема, которая сегодня существует. Это то, для чего надо было бы все это отложить еще по крайней мере или на полгода или даже на целый год. Для того, чтобы все-таки кабинет министров смог подготовить эти правила. Потому что процедура очень простая. Агентура социального страхования имеет свою компьютерную систему, свою базу, но к ней нужно сегодня сделать дополнение в виде программного обеспечения. Но его нельзя физически даже заказать разработчикам, пока кабинет министров не дал правила расчета. Хорошо, чтобы мы совсем не углубляемся в технический вопрос, я задам такой вопрос в какой-то степени политический. Действительно ли государству это сейчас было необходимо вот эти изменения с 1 июля? Неужели дела столь плохие или они считают, что настолько плоха социальная защищенность, вот как уверяет господин Закатист, вот этой категории самозанятых или творческих работников, что надо срочно вот эту систему менять и откладывать нельзя, и никакая пандемия этому не помешает? Социальная защита, система социального обеспечения у нас нормальная. Я сказала, 7 случаев страхования, если платишь и все прочее. Проблема в другом. Проблема в том, что все рассуждения правящей элиты и чиновников, в первую очередь министерства финансов и дальше они распространяют на всех остальных, они руководствуются нереальной ситуацией, которая находится в стране, а мифами. То есть это реализация мифа. И в первую очередь сегодня нас кормят мифом о том, что из-за пандемии бедное несчастное правительство в долгах ковшелках, денег нету и так далее. что является абсолютно несоответствующей истине. Почему несоответствует истине? Вот недавно буквально меня попросили, я посмотрела, каково выполнение бюджета за пять месяцев. И была приятно поражена. Можно было ожидать, что бюджет собран на 20-30% от плана. Но отставание там не превышает полтора процента от плана за пять месяцев. То есть не от годового, даже. То есть по сути дела сбор налогов идет нормально в соответствии с планом. С другой стороны, когда нам рассказывают, что для того, чтобы бороться с теневой экономикой, нужно ужесточать налоговые нормы, повышать ставки, то это тоже мифотворчество, надуманное причем. Все книги по налоговому вложению, по анализу и так далее говорят, чем выше ставка налогов, тем больше уклоняющихся от уплаты этого налога, тем больше нужно затрачивать усилий на то, чтобы эти налоги собрать. Путь должен быть противоположный. Ставка налога снижается, расчет налогов должен быть удобен для налогоплательщика, и сумма налога, поступающая в бюджет, увеличивается. В истории нашей страны мы это уже проходили, знаем и так далее. Но это неудобно правящей элите, потому что у них есть вот этот миф, это пугало, теневая экономика. По моему мнению, эту теневую экономику сдвинуть больше нельзя. Более того, то, что делается сегодня, и та пропаганда, которая идет со стороны правящих, вот касается этого минимального социального платежа, объекта социального платежа, она как раз наоборот, людей толкнет в теневой сектор и не даст никакого ожидаемого позитивного эффекта. Почему? Потому что включается третий фактор, самый существенный для нашей страны. Рациональность расходов собранных налогов. Нам рассказывают в Швеции, допустим, шведский социализм, социальная защита, равенство и так далее. Налоги там платятся чуть больше, наверное, чем у нас в Латвии. Но люди их платят и уклоняются меньше. По одной простой причине, что они видят, как эти деньги расходуются. И в Швеции социальная налоговая система, в основе которой лежит принцип налоги собираются для того, чтобы правительство и государство обеспечило населению дополнительные блага. у нас же налоги собираются для того, чтобы покрыть какие-то непонятные расходы государства, и в первую очередь содержание государственного аппарата. Вот это ключевой момент, ключевая проблема. И то, что мы можем констатировать с позиции новополитики как процент. Да. Ну вот еще есть одна такая интересная была новость недавно, которая вызвала много шума. Целый ряд экспертов выражали такое вот свое негодование по поводу высказываний. Я думаю, вы тоже на это обратили внимание. Нового министра благосостояния Агаты Сеглицеса, которая сказала, что надо бы вообще перераспределить вот этот процент платежей во второй пенсионный уровень, а может быть за счет накопления второго пенсионного уровня прибавить пенсии пенсионерам, вот уже действующим пенсионерам. То есть вот сейчас он правда чуть-чуть пытается это свои высказывания скорректировать, но это действительно возможно и к чему это может привести? Нет, это невозможно принципиально, но это его высказывание показывает уровень грамотности. Такая же точно безграмотность у нас, но здесь вопиющая безграмотность человек, который вообще не понимает, что такое пенсионная система, что такое социальная система, хотя он стал министром социального благосостояния, должен это перфектно хотя бы в общих чертах понимать. Вот Министерство финансов, которое сформулировало вот эту новую статью 20 прим 4 в объекте минимального социального платежа, они это сформулируют так виспарили в общем, понимая как бы в общем, что надо это делать, не понимая сути проблемы. Вот то, что я сказала, не понимая, что очень большая проблема, которую нужно обсудать в комбинаторике. Те обоснования, которые Министерство финансов и их чиновники приготовили депутатам Сейма для утверждения вот этих изменений, они были настолько примитивны и даже не теоретически, а надуманы, во всех учебниках по экономике там есть теоретические задачи, которые сложно применимы к жизни, но все-таки они показывают типовые случаи. А то, что рассматривали и показывали в примерах, таблицах, расчетах, вот как эти распределения будут, они были просто надуманы, они вообще не были связаны с реальной структурой доходов физических лиц, хотя эту информацию можно было спокойно получить из базы данных налоговой инспекции. То есть проблема какая? Сегодняшняя ситуация, она усугубляется, людей заставляют уйти в тень, причина в этом некомпетентность работников Министерства финансов, мифа творчества, мифа сознания на уровне министров, в первую очередь у министра финансов, некомпетентность у ряда других министров, сегодняшний министр благосостояния, мы можем об этом говорить, министр экономики и так далее. Что делать? Ситуация такова, какая она у нас есть. Мы не можем ничего исправить. Налоговая инспекция тоже это поняла. Она заложник. В большинстве случаев, вот я не люблю, когда говорят плохо, что налоговая инспекция плохо работает. Налоговая инспекция заложник тех правил и норм, которые принимает правительство и разрабатывают чиновники Министерства финансов, которые очень далеки от четкого понимания механизма расчета налогов, уплаты налогов, взимания налогов, от конкретной практики. И более того, они когда что-то разрабатывают, они никогда не спрашивают у налоговой инспекции какую-то статистически правильную статистическую базу. налоговая 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 инспекция предложила сделаем массовую рассылку сообщений для самозанятых лиц и для собственников микропредприятия. Налоговая инспекция понимает проблему и она в этом сообщении предложила всем, кто относится к категории самозанятых лиц и те, кто является собственником микропредприятия. Причем собственники микропредприятия в том числе владельцы СИА со статусом микропредприятия. У вас у всех стоит дилемма. Будете или не будете выплатить социальный платеж с объекта минимального страхования, то есть 500 евро по итогам третьего квартала и соответственно по итогам четвертого квартала 2021 года. И так как налоговая инспекция стоит все-таки на земле, она понимает, что если человек заработал 200 евро в месяц как самозанятое лицо, то он не может заплатить социальный объект столько, сколько предписывает статья закон. У этого человека есть обязанность с этих 200 евро заплатить социальный платеж страхования на пенсию по специальной ставке 10%, которая будет начинает действовать с 1 июля. То есть человек заработал 200 евро, он должен 20 евро заплатить на свою пенсию, свой пенсионный капитал. Больше с него спросить нельзя. То же самое, если работник микропредприятия получил доход 400 евро за месяц, у него есть обязанность заплатить микроналог 25%, то есть он заплатит 100 евро государству в виде налога на микропредприятия. Согласно закону, эти 100 евро разделятся на две части. 80 евро пойдет на его социальный платеж, 20 евро пойдет на подоходный налог с населением. И опять-таки налоговая инспекция понимает, что запросить с этого человека больше невозможно. Невозможно. Поэтому что они предложили для того, чтобы ВАЛСА не заморачивалась, чтобы у них система не полетела. Мы все с вами заинтересованы, чтобы система база данных службы государственного ВСА не полетела. Они нам предложили люди, доход которых не превышает вот этот чистый доход, с которого нужно платить социал, не превышает в месяц минимальную зарплату. И вы понимаете, что у вас не будет этого превышения, до 15 июля зайти в систему ЭДС в свободной форме, свободная форма, это такой документ называется информация ВАЛСЕНИАМУ ДЕНОСТЕС службе государственных доходов, там написать сообщение. И вот здесь я бы, может быть, рекомендовал, я сейчас подиктую, как это хорошо было бы написать. Я сначала сделаю это на латышском, а потом на русском. Можно такое сделать? Обязательно. Мы так это и сделаем. Давайте, может быть, на пару минут сейчас буквально прервемся, как раз, чтобы наши радиосуслии тоже подготовили слушать, для кого это сейчас актуально и важно, и вернемся обязательно в студии. Вы тоже оставайтесь на связи. Евгений Зайцев у нас на прямой связи, не переключайтесь. Радиоболтком Редактор субтитров А.Семкин Радиоболтком Радиоболтком Продолжаем работу в прямом эфире. Евгений Зайцев у нас в студии. Мы, конечно, говорим об этих изменениях в системе платежей в обязательный фонд обязательного социального страхования, в САА. И вот сейчас Евгений даст такую рекомендацию, такой совет, как поступать вот тем, кого это затронет. А таких людей вот по данным депутатов Сейма 240 тысяч аж. Да, слушаем вас, Евгений. Значит, еще раз напоминаю, до 15 июля налоговая инспекция попросила всех самозанятых лиц и всех собственников микропредприятия написать заявление в свободной форме. Это заявление называется информация ВАЛС-Ениума ДНСС, информация службы государственных доходов, где сообщить, что они не планируют получать доходы, которые достигают 500 евро, с которых надо платить объект обязательного социального страхования. Причем, прошу обратить внимание на два латышских слова. Есть слово иенемомс, доход, который более правильно на русский язык перевести как оборот. И второе слово иенакумс, доход или чистый доход. Так вот, социальный платеж нужно делать иенакум. иенакумс это иенемомс, оборот, минус издавами, расходы. Они образуют иенакумс, чистый доход, с которого надо платить социальные платежи. Об этом мы будем конкретно писать. Итак, я сейчас сначала все-таки скажу по-русски, а потом повторю по-латышски. Для самозанятых лиц. Сообщаю, что мой доход в следующие месяцы третьего квартала сохранится на прежнем уровне и я, согласно закону, буду с них делать платежи накопления, платежи страхования на пенсию в размере 10%. Точка. Если мой доход достигнет минимальной зарплаты, То есть 500 евро? Да. То я, согласно закону, сделаю социальный платеж по ставке 31,07%. Я все извиняюсь, что перебиваю, но это многие у меня спрашивают. Мы когда вообще говорим о доходе 500 евро в месяц или 1500 за квартал, как нам поясняют, мы говорим сейчас о сумме до взимания налогов. Правильно? Да, это вот этот иенакум. Это вот будто. Иенакум. Да. Теперь я хочу это посмотреть платеж. Да? Позиняю, как мне иенакуми 3-4 месяц полег ипредел периода лимени. Угу. У нас сасканер леком но тим максов обдрошин нашу пузпенсию пец 10% лекомес. Точка. Гадийума я манс иенакумс саснегс 500 евро с сасканер леком стамакса шу на таз социал максов пец пащнодарбината леком 31,07%. Спасибо. Вот я хочу... Я просто закончу. Это вот такое сообщение. Потому что была трактовка, что нужно отказаться от социальных платежей и так далее. Мы просто сообщаем налоговой инспекции. Мы помогаем в данном случае налоговой инспекции придерживаться буквы закона. То есть мы подтверждаем, что мы готовы платить. Вот все-таки я хотел уточнить, чтобы было понятно. какова роль во всех этих изменениях работодателей. Мы больше говорили о наемных работниках. Вот может быть несколько слов о работодателях. Вот если они выплачивают так называемое авторское вознаграждение или другие какие-то платежи в той или иной степени регулярные или нерегулярные. Но я хочу еще дать сообщение. Форма сообщения для собственника мегроприятия немножко другая. То есть это сообщение которое я назвала это для самозанятых лиц было. Сейчас я немножко хочу как должно звучать сообщение такое же сообщение налоговой инспекции от собственника микропредприятия включая СИЭ со статусом микропредприятия который сохраняет такой статус до конца года. Позынюю давайте пару сначала. Сообщаю что мой доход остается на прежнем уровне в третьем квартале остается на прежнем уровне с него я плачу налог согласно закону по ставке 25% который включает в себя социальные платежи. По-латышски теперь то же самое собственник микропредприятия. Позынюю каманы иенемуми вот здесь иенемуми не иенакуми а иенемуми маны иенемуми треша цетуршни полег епрежа мэйнашос лимени он сасканя обликуму из нотием максаю микро узнему нодокли то есть это вот такие сообщения надо сделать а то же теперь касается работодателей работодатели по сути дела согласно этой форме сделали заложниками сделали заложниками и это печальная весть правда наши ханжевские министр финансов и социальный министр ну министр благосостояния имеется ввиду да предыдущий они ханжевские решили к этому подготовиться что сделали понятное дело что если по итогам третьего квартала работодатель получит требование доплатить за своего работника у которого который у него работал на полставки получал там 250-300 евро не потому что так хотел работник не потому что так хотел работник а потому что так складывается бизнес объема работы нет на одного человека много на двух мало возникает полторы ставки то есть с одной стороны если на одного нагрузить будет переплата переработка тоже проблема и перегрузка опасность невыполнение квалифицированной работы вот с этими людьми бизнес должен будет что-то делать у бизнеса критерий очень простой это человеку уволить потому что деньги все стоят денег этот человек пойдет на биржу он имеет право пойти на биржу и вот здесь вот это ханжеское скрытое решение подготовленное министерством финансов во главе с господином реерсы министерство благосостояния одобрило его изменились правила выплаты пособия по безработице да то есть просто снизили ставки в какой будет размер пособия по безработице теперь если раньше первые месяцы можно было получать порядка 80% от зарплаты средней за период страхования то теперь максимально 50 вот такое наше государство которое нам преподнесло все это как забота о социальной защите населения да вот работодатель ответ открыт может быть задам такой концептуальный вопрос уже чуть может быть отходя вот эта тема хотя понятно что она у нас будет присутствовать и в следующих эфирах это очень важно об этих изменениях о чем мы говорили да вот говоря о таких вот глобальных тенденциях в экономике Латвии от языкотистов парламентский секретарь министерства финансов выступая в понедельник в Сейме заявил о том что ну что вы там беспокойтесь экономика растет уже в следующие полгода у нас уже будет больше не стагнация не снижение вот ВВП а рост ВВП и а вот уже а в следующем году там от 3 до 5 процентов рост ВВП все замечательно поэтому это самое подходящее время для таких изменений вы вообще верите в такой вот бурный рост экономики после ну снятия большинства ограничений если конечно опять не вернут ну то что сказал господин Закатистов я не слышала его выступление но в пересказе я думаю что это соответствует истине это просто изложение мифологическое восприятие старой экономической теории которая перестала работать примерно 40 лет назад господин господа подъем подъем но тогда скажите пожалуйста мне простую вещь если у нас за 5 месяцев пандемии со всеми большими ограничениями и у нас во многих сферах экономики ограничения до сих пор не сняты государство получило почти 100% выполнения плана сбора налогов в чем дело или мы неправильно планируем или у нас экономика совершенно не соответствует никакой истине и деньги которые вы вкачиваете экономику поэтому не дают отдачи или вообще может быть тогда не нужно было помощи государства но в принципе ситуация это очень простая у нас люди выживают частный сектор выживает выкручивается сказки и мифы о том что деньги даются в экономику они тоже мифологические даже вот эти гранты на поддержание оборотных средств которые предлагаются предприятиям многие предприятия не просят даже если бы они могли по своим параметрам просить они не верят и они боятся а деньги которые предлагаются ЛИЯ которые предлагаются через программу Аутум и так далее это вообще мифические варианты когда там что-то можно получить но не соответствуют те условия получения этих евро денег на развитие подъема экономики тем чем живет наша экономика это так же как вот вчера буквально у меня кто-то приходил из клиентов говорит у меня там вот брат хочет заложить доли капитала сия в банке и получить на это кредит развить новый создать новый бизнес доли капитала доли капитала я говорю ну ваш брат до сих пор работал в Тайване там это нормальность наши банки не понимают как можно давать деньги под бизнес проект наши банки могут дать кредит только под залог недвижимости вот то есть это полностью отвечает то как у нас работает частный сектор она живет на свои деньги друг другу помогает крупняк весь долг как в шелках имеет кучу кредитов под залог его недвижимости которые у него есть а кто получает евро деньги ну на моей практике к сожалению много случаев когда Лия дав деньги но не получив вознаграждения пошло в наступление и обратилась в полицию да вот тоже такой вопрос о перспективах в Латвии мы знаем что сейчас есть такая модная фраза с легкой руки премьера Каренща который заявил о том что мы сейчас будем проводить в еду реиндустриализацию что в переводе означает нечто вроде умной или мудрой реиндустриализации может быть вы понимаете что это за фрукт чем его едят ну если разберем составляющие слово индустриализация связано с промышлением да промышленность как таковая в старом понимании наших чиновников в старом понимании мифотворчества это крупные предприятия где дымят трубы и так далее у нас отсутствует уже и фактически все ликвиднули начали массово ликвидировать в 93-м году и подменоносно завершили да их массово все ликвидировали особенно там приложила руку агентура приватизации которая не понимала что предприятие которое работает стоит тысячу а предприятие которое остановили для приватизации оно уже ничего не стоит там просто грабожи есть вот поэтому вопрос о промышленности непонятно возможно под промышленностью господин премьер-министр понимает транзит который уже почти умер составная часть транзита это железная дорога она латвийская железная дорога она еще пока функционирует да но она дышит на ладан она сама об этом сказала в конце девятнадцатого года аж если ты помнишь еще на начало пандемии железная дорога объявила что надо будет сокращать полторы тысячи людей причем что ключевое было речь не шла о категории рабочих речь шла о категории конторских служащих то есть латвийская железная дорога показала правительству пример как нужно выживать то есть нужно сокращать управленческо-административную структуру аппарата вот если господин премьер-министр думает что под индустриализацией мы можем понять начало строительства райа Балтика причем разрушая наш город любимую столицу да строя непонятный отрезок от аэропорта да если бы позавчера или когда тут сказали что открывается строительство райа Балтика и при этом показали что начинается строительство райа Балтика по территории Латвии основной магистрали я вам могла сказать спасибо да ребята не очень нужно но хорошо но то что открыли строительство начало строительства станции не самой линии даже а станции в аэропорту в составе райа Балтика для меня это ну я даже не знаю что это такое это настолько большая мистификация по сути дела афера века ведь если честно говорить то у нас нету даже техники и технологии для строительства железной дороги для строительства железной дороги нужна специальная техника у нас никто не озадачивается ее купить и уже не будет поставки рельсов и так далее и сборочных системах так что а какой ну может быть еще под индустриализацией он понимает порты которые правительство хочет прибрать к своим рукам только опять таки прибрать то можно но мне это напоминает процесс приватизации промышленности когда работу предприятия остановили потом их приватизировали сегодня аналогичная ситуация с портами рижским лепойским венсполским и так далее их работа приостановлена по простой причине отсутствия груза перевалки в достаточном объеме то есть там что-то еще происходит но объемы сокращаются ну вот наверное умная реиндустриализация такая господин корич опять собрался что-то перепродавать то что остается от остановленного производства наверное рельсы вот железной дороги это уже продается да это уже хорошее вложение да железо пока стоит денег сегодня дефицит уже всех вот исходных ресурсов там железо дерево и так далее в мире мировая практика так что я тоже не знаю о чем идет речь да тогда может быть последний вопрос который вот не могу не задать а если мы же понимаем что даже если случится чудо и вот эта вот мудрая реиндустриализация все-таки произойдет вот как мы констатировали это действительно маловероятно но все-таки если вот этого чуда не случится то как мы вообще будем дальше вот не знаю зарабатывать ведь эти все разговоры о том что наша экономика будет прирастать по 5-7 процентов это конечно все очень хорошо но как мы будем зарабатывать мы видим что транзиты логистика в каком состоянии у нас находится не резидентский банковский бизнес с ним все мы закончили весь этот процесс а как за счет чего мы будем зарабатывать неужели только за счет вот сферы услуг и небольшого экспорта ну во первых начнем с того что сфера услуг которая является основой экономики нашей Латвии и достаточно большой долей экономики во всех странах Евросоюза это сфера бизнеса она никогда не побоюсь сказать это слово никогда больше не будет восстановлена до пандемного до ковидного уровня эта сфера никогда больше не будет восстановлена то что нам грозит то о чем правительство не хочет думать как только реально приоткроются границы сейчас границы еще не открыты и они еще будут закрыты какое-то время возможно осенью нас ждет так называемая третья волна то есть границы опять захлопнутся да но как только границы более не менее приоткроются как только утрясется последствия брексита мы можем потерять последние работоспособное население среднего возраста вот это самое страшное что же наша экономика поэтому надеяться что будет рост нет ну опять-таки здесь опять-таки арифметика работает 5% прироста вроде звучит хорошо но всегда мы считаем нужно посмотреть от чего 5% у нас был оборот допустим 100 евро мы обеспечили прирост оборота в следующем году на 5% у нас сколько стало 105 105 а у нас было 100 тысяч и 5% это все-таки 5 тысяч да то есть это все настолько манипуляция цифрами и мифологические изложения вероятностных событий что честно сказать я уже перестала на это обращать внимание ну что ж может быть и нам стоит так поступить Евгения Зайцева у нас была в прямом эфире большое спасибо до свидания